Вспышка кори во Львовской области. Каждый день в больнице доставляют около 10 пациентов. В основном это дети. С начала года переболели, я напомню, 900 человек. Можно ли говорить об очередной вспышке, выясняла Галина Якушко. Можно говорить, что в области уже эпидемия. Завод по производству кожаных сидений для автомобилей в 10 километрах от Львова. Корь подхватили уже 24 сотрудника и больных становится все больше. Администрация предприятий обещает провести профилактику за свой счет. В понедельник начнут колоть иммуноглобулин. Это будет очень дорого, потому что одна доза вакцины стоит примерно 130 гривен. Если считать, что там работает 1800 человек, ну пусть будет часть, когда перехорелась, часть щепленных. Но грубо говоря, если взять тысячу человек на 130 гривен, это у нас получается 130 тысяч. Правда, сами сотрудники вспышки кори на предприятии ничего не слышали. Их с журналистами общаются неохотно. У нас тут складок у кори не много. Львовский государственный колледж декоративного и прикладного искусства. Корь здесь подхватили сразу 6 студентов. Большинство доставили в больницу. Станых всех, або средней важкости, або уже наближенные до задовольного, они удерживают. Почти все заболевшие первокурсники. Как только одногруппники узнали об этом, побежали в поликлинику. Ну, щеплення робим. Так. У нас казалось, что от щеплення не имеет такой вырогидности захвореть. Практически все первокурсники несовершеннолетние. Для них прививки бесплатно. Для студентов старших курсов вакцины нет. Проводить профилактику болезни и моноглобулином, как это делают на заводе, дирекция колледжа не собирается. Не думаю, что у нас кошки таких нет. Мы державная установка. Тем временем, на прошлой неделе от кори умерла трехлетняя девочка. Такая информация появилась сегодня на сайте Минздрава. Вирус за осложнение на бронхи. Это первый случай смерти от кори во Львове за два года. Большинство родителей плановую вакцинацию игнорируют. В области привиты только 20% детей. Грина Якушкина, Юрий Голубенко. Подробности телеканал Интер Львов.